Хип-хоп, ла-ла-лей, с вами Олег Алавгудин. Мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу в Академии Телесно-Ориентированных Практик. И сейчас мы уже растерли тело, видите, он покраснел достаточно хорошо, тепленький стал. После растирания, после любой отработанной зоны, можно добавить выжимки. Я написал выжимку вот здесь, в паховую зону, в поднущечную зону и в подключичную. В принципе, можете и после вибрации, например, сделать, и после того, как мы кулаками отработали. Да, выжимка это что? Это мы выводим лимфу. Все движения снизу вверх идут, то есть в сторону головы. И вот первая, в паховую зону, вот туда. Поскольку мы работаем с лимфой, делаем это все медленно. Второе, вот видите, по бочине я иду сбоку. Лимфа же стечет медленно, и мы ее как бы вот подгоняем. Прямо вот туда, под мышку, вот так вот поглубже. И третий проход уже по спине, с утяжелением обязательно, видите. Это я еще даже быстро показываю, можно и помедленнее делать. И в подключичную зону, вот прям туда ныряем. Вот тут вот лимфа спускается сюда, прямо вот сюда. Теперь пошли вибрации. Первая вибрация, это змейка. Я вам уже говорил, да, что человеческое тело, ну как и змея, должно все уходить, уходить в ному. Но наша сейчас цель добраться до пояснично, ой, реберно-поперечных сочинений через парабережитебральную мышцу. Вот мы ее захватываем. Вообще это вот из классики двойной кольцовой захваты. Помните, вот этот прием вот так вот делается. Подойдите поближе, посмотрите. Вот видите, под большой палец подается. И наша задача вот эта вот всю ткань вот так вот змейкой запустить снизу вверх. Только мы берем парабережитебральную мышцу. Ну, где захватывается, там захватывается, где нет, просто пальчиками, да. Видите, то есть она вся вот так вот идет. Еще обратите внимание, качается в зад, таз. То есть я дошел уже до верха, таз до сих пор качается. За счет чего? За счет того, что я задней рукой, запястьем его раскачиваю. Вот, заметили, да? До сих пор качается, он даже ноги качается. Значит, человек расслабился. Вообще филигранностью вашей работы будет то, когда вы весь этот курс пройдете, мой, да, и у вас постоянно будет вот это качание. Вы уже будете работать с лопаткой, там, допустим, да, а там все равно качается, видите. Я работаю с локтем, например, в активной технике, а там все равно раскачивается. То есть это я уже забегаю в будущее, да, все ваши движения должны быть вот такими раскачивающими. Потрясающая работа. Вам, пациенты, будут очень довольны, если у вас это получится в итоге. Но мы все делаем постепенно. Так, это первое было, получается, змейка. Второе – тряска осины. Все делаем в плоских координатах на паравертебральную мышцу. Тряска осины – это плоскость из стола. То есть берем вот так вот на крестец и раскачиваем. Я вам уже говорил, да, что все наши движения желательно делать от бедра, от ноги. То есть мы ногой отталкиваемся, да, и дальше, как в карате, удар. Вот. В данном случае единственное движение, которое наоборот делается. От пальцев рук идет. Прямая рука. И мы вот так вот растрясаем ее. Так, чтобы не было видно пальцев. Почему тряска осина называется? Потому что можете поэкспериментировать. Подойти к какому-нибудь дереву, ну, вот такой толщины примерно, да, ну, там березка, осинка, что-нибудь. Поставить руку. И если там это осень, то потрясти вот так вот, должны листья осыпаться. Зимой, соответственно, снег осыпаться должен. Отсюда промахиваемся мимо позвоночника на паравертебральные мышцы и растрясаем там. С давлением по человеку. То есть идет давление. Я всем корпусом давлю через прямую руку. Если будете делать вот так, конечно, можно сделать, да, ну, излишнее напряжение на локоть. Там напряжение на дому, лучше, думаю, корпусом давить. Второе, вернее, третье уже получается движение, это техника каблучок. То есть вы как каблуком, как будто бы, вот, позвонки, а точнее фасетичные суставы за реберным перешиванием соединения вбиваете вниз по цирку и вверх по цирку и вверх по цирку отбиваются. Это получается декартовые координаты, потому что добавляется третья ось, Z, да. Вот мы любим поперечные сошеления, нас интересует именно. То есть тут мягко проходим, почки бирюзом, а вот тут уже можно резко. Вот таким движением. Для чего я делаю вот так вот рукой, да, чтобы было поострее, прямо поперечные отроски. И уже можно услышать хруст кое-где. И третья наша, четвертая техника, цилиндрический координат уже повышается. Ось позвоночника остается осью и добавляется ротация вокруг оси. Дело в том, что наши все вот позвонки, ось и статковые координаты должны быть на одной линии, как вот бирюзом, как он здесь показывает. Но они у нас вот так вот все, не укошены, поэтому мы стараемся их подбить, чтобы они встали на место, большим пальцем это делаем. Заодно и тестируем. Подушечки большого пальца очень чувствительные. То есть опять попадаем в ямочку между остистанной и парой эфиральной мышцей сюда. То есть это движение собрано изнец, вот я вообще пока по отдельности разбираю. Вот у нас идет тест. Мы проверяем, где там что-то не так, где-то вот какой-то блок, где-то раз мышца вот так потянулась сюда, где-то позвонок выпирает, так мы его обошли, да, где-то что-то там, где-то наоборот раз и сокользнули в ямку какую-то. То есть для себя мотаем на уши, с чем мы будем потом работать. Второе движение, с чего это собирается. Ну, подождите, сейчас. Вот я вот так вел, да? Так как бы более безопасно. Можно вести вот так вот. Можно вот так на пальцы ставить. И с утяжелением еще. Тем, кто терпит, да? Если человек не терпит, вы же у него, естественно, спрашиваете, тогда можно вот так вот вернуть пальцы вот этой косточкой. Держать с утяжелением. Это вот первый прием. Второй прием – это выжимка. Мы плотно держим руку сверху и выжимаем. Видите, на палец рука, на палец не здесь, а на палец. И третье, что мы сюда добавили, это вот эта ротация. То есть мы вставим поострее. Прямо от самого нижнего позвонка, L5. И вот видите, я подгонки вставил. Человек нормально терпит. И я подбиваю эти позвонки, опять раскачиваю таз, видите? Все время туда. Тут уже за ребра, вот движение за ребра, видите? Ротирую, стараюсь их ротировать. Конечно, они не ротируются так просто пальчиком, да? Это все равно подготовка к дальнейшим манипуляциям мануального, когда мы уже будем конкретно хруст, траст, траст, хруст, хруст, еще раз хруст. Ну, а об этом будет в следующих видеороликах. С вами не прощаюсь. Жду ваши подписки. А лучше смотреть не по видео, а присутствовать здесь, потому что мы все проходим на живой натуре. И, соответственно, я вас не забуду, и вы не забывайте нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомление о новых полезных видео.